Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Одним замом стало меньше. Серый дом покинул Андрей Новоселов ради повышения по службе в Омской области. Глава сказал, глава сделал. Виктор Зимин, как и обещал полмесяца назад, приехал в вершину ТЁИ, чтобы убедиться, как исполняются его поручения по оказанию помощи безработным горнякам. За ОХАС «Нефтепродукт» идет в суд, лишь бы не платить штраф за нарушение закона о конкуренции. Антимонопольщики доказали его вину по всем пунктам. Вернуть вытрезвители призывают активисты Общероссийского народного фронта. Осталось понять, где взять на это деньги. Искусство, как способ достучаться до молодежи. Спектакль русского драмтеатра имени Лермонтова превратился в социальный проект, который поддержала служба наркоконтроля. Окуневские личины увидели жители Монако. И это лишь один из плодов сотрудничества Музея княжества и нашего Хакнияли. В составе правительства очередные кадровые изменения. Андрей Новоселов покидает пост заместителя главы Хакасии и переезжает в Омск, куда его пригласил губернатор области своим первым заместителем. Примечательно, что новость поступила не из правительства Хакасии, а из Омска. В среду на пресс-конференции вновь избранный губернатор Виктор Назаров озвучил новый состав кабинета министров и то, что в свою команду он пригласил Андрея Новоселова. Таким образом, бывший заместитель главы Хакасии возвращается на свою малую родину. В республике Новоселов с 2005 года, когда его пригласили на работу в Хакасэнерго. Правительству он устроился 6 лет назад. В должности заместителя главы курировал энергетику, тарифы и развитие транспорта. На своем посту он держался незаметно, но уверенно, избегая общения с прессой. Именно Новоселов работал над проектом по строительству нового автовокзала в районе аэропорта. В последнее время, по поручению Виктора Зимина, он занимался восстановлением жилья для погорельцев Шира. Кто заменит Новоселова и как будут распределены его полномочия, в правительстве Хакасии пока не комментируют. Рабочая неделя у республиканских властей началась с поездки в вершину Тёи. Виктор Зимин, как и обещал, приехал в поселок, чтобы ответить на вопросы населения и проверить, как идет трудоустройство сокращенных горняков. Кроме того, члены правительства обсудили план развития Тёи. Константин Кравцов продолжит. Пойдешь в Тёйское рудоуправление, найдешь работу. И не беда, что предприятие закрыто. Солидный десант инспекторов центра занятости готов предложить горнякам полтысячи вакансий. Примерно столько же людей попало под сокращение. За две недели мы отработали 23 человека, уже трудоустроены. Но, собственно говоря, это куда? Эта часть вернулась в Тёйское рудоуправление на срочно трудовые договоры. Есть трудоустроены в муниципальную компанию коммунальных услуг предоставления, в Асткийское вагонно-ремонтное депо и Центр спортивной подготовки. Если вы не ищете работу, работа ищет вас. Очевидно, на такой эффект рассчитывали республиканские власти, организовывая здесь в вершине Тёй такой вот мобильный пункт центра занятости. Очевидно, преимущество сокращенных горняков перед другими появилось. Итак, попробуем узнать, что же предлагают мобильные специалисты. На сегодняшний день мобильный центр занятости оказывает услуги консультации. Также можно здесь встать на учёт, получить перерегистрацию. Но на сегодняшний день главная цель нашего передвижного пункта – это реализация работы сайта «Работа в России». Здесь вы можете посмотреть вакансии как на территории республики, так и на территории других субъектов Российской Федерации. Согласно статистике, топовые профессии здесь – водительские. Впрочем, людей устраивает не каждая вакансия. Кому-то неохота переезжать, где-то зарплата не та. С другой стороны, не каждому предприятию нужны рабочие руки. Например, слесарь-сантехник Юрий Горохов за две недели ничего так и не нашёл. Я записался на переулку учёбу, специально свой учиться. В январе будет уже всё известно. В Тёю как на работу. Так часто глава республики бывает здесь в последнее время. Виктор Зимин лично курирует трудоустройство сокращенных работников рудника. Мы найдём варианты, как помочь этим людям. Не каждый день люди сталкиваются с такими проблемами. Так что имейте в виду, мы пойдём на беспрецедентные меры. Власти разработали масштабную программу поддержки села. В первую очередь местные условия дают возможность для создания межрегионального спортивного кластера. Это действующий центр подготовки лыжников, а ещё можно построить гостиницу и целый ряд коммерческих объектов. Плюс к этому необходимо воскресить инфраструктуру. В Москву на днях вылетает правительственная группа. Будут представители всех заинтересованных федеральных структур. И в том числе, реализуя ваше поручение, будем обсуждать вопросы по привлечению федеральных средств для строительства объектов инфраструктуры, то есть котельной, очистных сооружений. Мы небольшая республика. Для нас очень важно, чтобы люди находились дома. Тем более при наличии вакансий в регионе. Мы не тот регион, где у нас, знаете, такой кризис, что везде идёт сокращение, у нас наоборот идёт рост. Так или иначе, создание так называемой монотерритории в Тёе – программа долгосрочная, требующая ни год и ни два. Другое дело возрождения рудника. Стоит отметить, предприятие полностью не прекратило работу. На поддержание жизнедеятельности там даже осталось порядка 80 работников. По мнению директора, вполне возможно, что весной рудник возродится при условии, что сырьё станет дороже. На сегодняшний день сохраняем оборудование, сохраняем предприятие. В роботоспособности законсервирована фабрика. Она у нас в очень даже неплохом состоянии. В принципе, мы готовы работать, как только экономическая составляющая изменится. Так или иначе, но сегодня власти делают многое, чтобы каждый сокращенный горняк нашёл новую работу. Предлагается даже выдавать субсидии на открытие собственного бизнеса. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, События недели. Крупнейший поставщик бензина в Хакасию, Хакаснефтепродукт, признан виновным в нарушении правил честной конкуренции. На этой неделе региональная УФАС заявила о завершении разбирательства по делу компании, которая обвинялась в завышении цен на бензин и злоупотреблении доминирующим положением. Попутно специалистам удалось понять, почему на заправках республики цены всегда выше, чем в соседних регионах. Разбирательство по делу филиала «Роснефти» Хакаснефтепродукта началось минувшей зимой. Республиканские власти потребовали выяснить, почему по всей стране бензин вслед за нефтью дешевеет, а в Хакасии ситуация не меняется. Цены на заправках зависят от филиала «Роснефти», поэтому именно эта компания стала объектом совместной проверки антимонопольной службы и прокуратуры. Они-то и выяснили, крупнейший поставщик на оптовом рынке закупал топливо по сниженной цене, а в республике перепродавал заправкам по старой. Уфас завело дело, но в филиале «Роснефти» с обвинением не согласились. Компания не считает себя доминантом на рынке, о злоупотреблении речи нет, а все цены были экономически обоснованы. Цена восстанавливалась, исходя из необходимости покрытия затраты, получения экономически обоснованной прибыли, с учетом динамики цен закупки, операционных расходов и баланса спроса предложения. Действовавшие в первом полугодии цены не покрывали издержек обращения, и с целью повышения экономической эффективности общество было вынуждено увеличить цены во втором полугодии. Представители «Хакаснефтепродукта» долго и упорно доказывали, почему их цены обоснованы. Разбирательство затянулось на 9 месяцев, и за это время антимонопольщики смогли доказать. Начиная со второй половины прошлого года, поставщик топлива незаконно завышал надбавку, что нельзя оправдать ни закрытием Ачинского нефтеперерабатывающего завода, ни иными доводами. Та надбавка, скажем так, та дельта, которая была учитана сверх всех расходов, была в два раза выше, нежели чем эта надбавка составляла в предыдущие периоды. То есть мы посчитали, что это экономически необоснованно. Кроме того, специалисты смогли приоткрыть тайну завесы над таким щепетильным вопросом, как ценообразование. Автомобилисты давно пытаются понять, почему в Хакасе бензин дороже, чем в соседних регионах, но получают один ответ, мол, таковы расходы поставщиков. Дело «Хакаснефтепродукта» впервые прояснило вопрос более конкретно. Оказывается, по пути с завода в республику бензин дорожает за счет транспортных расходов, а точнее за счет некоего сопровождения грузов. Мы в процессе рассмотрения дела усмотрели тот факт, что помимо увеличения самих транспортных расходов, были, скажем так, увеличены и расходы на сопровождение грузов. Тогда как в начале года, 2014 года, таких расходов не было. Но мы не смогли вменить это нарушение данному хозяйственному субъекту, поскольку эти расходы не формирует наш «Хакаснефтепродукт», эти расходы им перекладывает «Роснефть» компания. Соответствующие материалы и информацию, которые мы добыли в процессе рассмотрения дела, мы направили в ФАС России. Достоверно мне известно о том, что начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса занялся этим вопросом и очень тщательно занимается проработкой, в том числе и с компанией «Роснефть» по данным фактам. По итогам рассмотрения дела «Хакаснефтепродукт» признан виновным и должен заплатить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Компания с этим не согласна и намерена обжаловать решение антимонопольщиков в суде. Тем не менее, это дело уже можно считать победой регулирующей службы, так как впервые за многие годы удалось доказать факт злоупотребления со стороны бензиновых королей. А сегодня созрела еще одна массовая проверка, теперь уже в отношении владельцев АЗС. На оптовом рынке цены дешевеют, но почему-то на заправках 92-й и 95-й продают по прежней стоимости. Почему? Специалисты ФАС обещают обязательно разобраться. Елена Крылова, Марина Конодакова, Антон Новожилов. Вести. Хакасия. События недели. Уборочная кампания идет по графику. Все намеченные планы выполнены, сообщают в Минсельхозе Хакасии. Ведомстве считают это своего рода достижением, так как год был непростой. И в том числе из-за пожаров 12 апреля. Тогда пострадали десятки фермерских хозяйств и агропредприятий. Правда, компенсация для них оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Об этом мы поговорили с главой Минсельхоза Сергеем Труфановым. Как повлияли апрельские пожары в целом на ситуацию в сельском хозяйстве Хакасии? У нас были огромные потери. Мы потеряли только мелкорогатого скота в районе 8 тысяч голов. Значит, многие крестьянско-фермерские хозяйства пострадали. Некоторые были вообще, будем говорить так, стерты с лица земли. Федеральный центр нам оказал помощь в районе 85 миллионов рублей, которые были выделены по линии ЧАЭС на восстановление утраты животных, инфраструктуры. Все эти денежные средства доведены до сельхозтоваропроизводительной в полном объеме. Значит, 235 сельхозтоваропроизводителей получили эту компенсацию. 38 крестьянско-фермерских хозяйств, 197 – это личное подсобное хозяйство. Весной говорили уже, когда подводили в целом итоги по последствии, то говорили, что общий ущерб 600 миллионов рублей, а получили мы 80. То, что мы предварительно подсчитывали, да, это на самом деле так и было. Но когда мы начали отрабатывать с федеральным центром по документам, то, естественно, мы с этой суммы упали до 85 миллионов по одной простой причине, что вся инфраструктура на 99% у сельхозтоваропроизводителей не была в должном образом оформлена, не застрахована, не стояла на балансе или стояла с нулевой балансовой стоимостью. То, что касается выплат по сельхозживотным, значит, то по закону мы получили 70% от ущерба. То есть эти все 70% были доведены до сельхозтоваропроизводителей. Значит, благодаря губернатору Виталью Михайловичу Зимину из фонда благотворительного сельхозтоваропроизводителей тоже получили помощь в районе 7 миллионов рублей. Это на горючий смазочный материал, на весенние полевые работы. Какая часть из пострадавших хозяйств все-таки закрылась, уже фермеры не стали снова продолжать свое дело? На сегодняшний день у меня таких данных нет, чтобы какое-то крестьянское фермерское хозяйство закрылось. Ну и получается, эта трагедия должна стать для них уроком, чтобы они оформляли свое имущество? Совершенно верно, да. Многие уже это так и делают, значит, многие восстановили, поставили на баланс данное сооружение, кошары, коровники и так далее. Поэтому я думаю, что да, это урок. Я хочу выразить благодарность всем крестьянам, которые работают на этой земле, и тем людям, которые пострадали в пожарах, низкий им поклон, они уже восстановились и в полном мере работают. Вернуть вытрезвители желает Общероссийский народный фронт. Инициатива исходит от активистов Забайкальского края и сейчас ее всерьез обсуждают по всей стране. И главный камень преткновения в том, за чей счет возрождать вытрезвитель. О сложности выбора на примере Хакасии наш следующий материал. Вытрезвители были ликвидированы 4 года назад в рамках реформы, когда милиция превратилась в полицию. Силовики сняли с себя давнюю обузу. По их мнению, у органов правопорядка есть задачи посущественнее, чем предоставлять ночлег пьяным гражданам. На этом люди в погонах стоят и сейчас, когда в России вновь заговорили о возрождении вытрезвителей. Если они, конечно, возродятся, это было бы, конечно, очень здорово. Но, наверное, не в системе органов внутренних дел. Может быть, в системе министерства здравоохранения или на баланс муниципалитетов. Но это, опять-таки, не органы внутренних дел решают. Мы за возрождение медицинских вытрезвителей, но, однако, все-таки не в системе органов внутренних дел. В Хакасии до 2011 года было три подобных учреждения. В Саиногорске, Черногорске и, конечно, Абакане. В этом старом здании вытрезвитель находился с самого основания. С тех пор, как вытрезвитель закрыли, здание на улице Вокзальной пустует. Но оно не бесхозное, как кажется на первый взгляд, а по-прежнему принадлежит МВД Хакасии. Что делать с этими площадями, ведомстве пока не решили. Но надеются на лучшие времена, когда появятся лишние деньги, и здесь можно будет сделать капитальный ремонт. Полиция кивает на медицину, а там своих проблем достаточно. Как только вытрезвители закрыли, выпивших стали привозить в больницы. Но никаких отдельных помещений, и тем более сотрудников, которые бы занимались таким контингентом, не предусмотрено. На этих кушетках приемного покоя Абаканской горбольницы лежат и больные, которым требуется срочная помощь, и те, кто напился до бессознания. Чаще всего они хулиганят, они агрессивно ведут себя, потому что человек удерживает у нас. Система здравоохранения не предусматривает никаких неохранных зон, чтобы закрывать их в каких-то помещениях, не изолировать от других пациентов. Поступление таких больных, конечно, но вносит как минимум диссонанс, а как максимум создает проблемы для нормального оказания медицинской помощи действительно больным людям. И полицейские, и медики говорят об отсутствии финансовых возможностей для возрождения вытрезвителей. Так что главный вопрос в этой истории – где взять денег? Ответ предстоит найти инициаторам идеи из Общероссийского народного фронта. Предлагаются какие-то новые формы, которые были бы инициированы и финансированы мэриями. То есть какие-то муниципальные учреждения должны быть со специалистами. И потому в самое ближайшее время рабочая группа с этим названием, которая за качество жизни, за здравоохранение отвечает, должно будет у нас круглый стол с приглашением экспертов провести, для того, чтобы масштаб проблемы именно для Хакасии обозначить и подумать, как эту проблему можно решить. В Хакасии общественная организация ставит вопрос шире, ведь корень проблемы не в том, как помочь выпившим зимой не замерзнуть на улице, а как бороться с алкоголизмом. Не случайно в последнее время в обществе звучит еще одна идея – вернуть не только вытрезвители, но и ЛТП – лечебно-трудовые профилактории. Как показывают опросы общественного мнения, за это выступает больше половины жителей страны. В эфире «Вести Хакасия» события недели, и мы продолжаем. Депутаты Верховного Совета на этой неделе работали в Аскизском районе. О каких проблемах избиратели они узнали, и чем еще отметила за жизнь парламента, смотрите наши традиционные рубрики. Одна из главных задач депутатов Верховного Совета – работа на избирательных округах. Накануне Дмитрий Надымов и Петр Воронин в Аскизском районе на территории берегчульского сельсовета провели совещание. Накопившиеся проблемы здесь определенно требуют внимания не только местной, но и республиканской власти. Это и дороги поселенческие, это и строительство лесенхозовской школы, которая уже настала пора, уже и востребованность к этому. Понимание мы находим из депутатов Верховного Совета, они нас в этом поддерживают, что требуется решать такие вопросы. К ним еще можно отнести вопросы энергообеспечения станции «Югачей». В частности, что касается «Югачей», станция запитана от линии, которая принадлежит железнодорожникам. По словам жителей, это крайне неудобно. Во-первых, напряжение часто не дотягивает до положенного, перегорает бытовая техника. Получается, не только частое отключение, ну что значит отключение? Путейцы берут окно так называемое, то есть это промежуток времени, в течение которого они работают на путях. В это время свет отключается. Республиканские депутаты отмечают, проблема решаема. В первую очередь необходимо наладить диалог с энергетиками, подключить правительство. В любом случае, необходима отдельная линия на «Югачи» и свой трансформатор. Еще одна проблема в Берегчеле – земля. Точнее, ее наличие. Ребятишек много в деревне. Молодежь остается, строят очень много, перестраивают эти старые домики. Как бы желательно бы, чтобы здесь появилась школа у нас, появились новые дома, потому что места не хватает. Сельские власти показывают республиканским депутатам участок. Именно здесь планируется выделить землю под частное строительство. 200 наделов. Сейчас идет процедура переоформления документации. В плачевном состоянии сельская школа. И проще построить новую, чем ремонтировать эту. Однако денег правительство пока не выделяет. Жалуются местные врачи на новую модульную котельную, которая, несмотря на внешнюю красоту, задачи свои выполняет худо-бедно. У нас тут температура под 90 градусов нагоняем. Здесь 90 нагоняется, она автоматически включается. Мы у себя смотрим на градусники. У нас только 60. Но это вообще не дело будет. Он не прохватывает всю систему полностью. Он сам по себе нагрелся и отключился. В ходе командировки депутаты Воронин и Надымов создали своеобразный меморандум. Проблемы в Бирюкчеле, по сути, общереспубликанские и требуют комплексного подхода. Есть вопросы, которые носят текущий характер и которые надо решать уже сейчас. Помогать решать эти вопросы сейчас, пока там не ударили морозы. Есть вопросы перспективные. Это и развитие дальнейшего поселка. Развитие поселка Югачи, который входит в состав Бирюкчульского сельского совета в вопросах электроснабжения. То есть мы провели такое совещание, на месте посмотрели то, что это вопросы действительно злободневные и есть предложения по путям их решения. Поэтому сейчас мы распределили обязанности, назначили ответственных сроки. Впрочем, работа Верховного совета решать не только внутри республиканские задачи. Накануне в Калининградской области состоялось подписание межпарламентского соглашения, участие в котором приняла республиканская делегация во главе с Владимиром Штыгашевым. Соглашение о сотрудничестве между Калининградской областной думой и Верховным советом Республики Кокасия подписано. В частности, предполагается развивать сотрудничество в виде обмена законами, актами, проектами. Между тем, экономическое сотрудничество уже налажено на уровне малого и крупного бизнеса. Согласно официальным данным, ежегодно из Хакасии в Калининградскую область отгружается свыше 13 тысяч вагонов продукции. Уголь, боритовый концентрат, сельскохозяйственная продукция. Калининградская область представлена в Хакасии мясо- и рыбоконсервной продукцией. По итогам 2014 года в Хакасию поставлено почти 2,5 миллиона банок консервов. Выступая перед журналистами, оба спикера подчеркнули, что от подобного соглашения остаются в плюсе оба региона. Например, Владимир Штыгашев сказал, что для Хакасии, несомненно, будет ценным опыт местного самоуправления. Все-таки путем проб и ошибок, все-таки вы продвинетесь дальше в этом. Хотя вы, наверное, сами не говорите, в чем-то кажется вам, что это все. А вот другие видят, что это хороший опыт. И мы хотим действительно перенять. Ну и работы связаны с обеспечением законодательства или законами, с информативными актами хозяйственной деятельности. С одной стороны, мы совершенно разные регионы. С другой стороны, мы едины тем, что в приоритете развития и республики Хакасия, и в республике Хакасия, и в республике туризм. Вот эта тема особенно нам интересна, потому что мы ее совсем недавно заявили в приоритет, понимая, что, наверное, какие-то крупные промышленные предприятия невозможны, что возможно в республике Хакасия. Но вот это нас точно объединяет. Кстати, подобные соглашения уже подписаны и действуют с Советом Федерации и парламентом Кабардино-Балкарии. В эти дни русский драматический театр имени Лермонтова гастролирует по селам Хакасии со спектаклем «5.25». В репертуаре лермонтовцев у этой постановки особое место. В ней без прикрас показана жизнь неблагополучной молодежи. И звучит много нецензурной речи. Но не для того, чтобы шокировать, а чтобы юный зритель задумался о главном в жизни. В этом году проект решила поддержать службу наркоконтроля, которая посчитала, что спектакль поможет отвратить молодежь от неправильного выбора. А рядом еще крыша, еще крыша, еще крыша. Много крыш. Выбери любую. Один шаг вниз, и все проблемы решены. Главный герой спектакля, бывший студент Коля, в свои юные годы познал все разочарование жизни. Он потерял любовь, бросил институт и в итоге стал наркоманом. Его друзья также сидят на дозе, и кажется, из этой безысходности есть только один выход – покончить с собой. Но на том свете создатели дают парню еще один шанс – исправить свои ошибки. Коля снова идет по кругу, но если друзьям он помог изменить жизнь, то спасти себя ему не удалось. Коля, я понял, что жить надо. Коля, жить надо. Спектакль адресован прежде всего молодежи. Со сцены звучат музыка и язык дворовых пацанов. Но постановка не опускается до примитивного копирования. Задача искусства – стать отражением действительности, чтобы изменить ее. Язык – это лишь способ передать какие-то мысли, которые заложены в этом спектакле. А вот поняли ли они эти мысли и как бы дошло ли до них – это, ну, я очень надеюсь, что да. В этом году спектакль «5.25» стал целым социальным проектом. Совместно с Управлением наркоконтроля решено организовать показы по всей республике. Они проходят с разным успехом. В Бее, например, не удалось собрать полный зал. Но те, кто пришел, не пожалела потраченном времени. Ну, не знаю, может, как-то кто-то не понял, но это спектакль о любви, которая так легко ломается из-за наркотиков. Я не могу сказать, что все проблемы, которые здесь подняты, как бы для моих ребят актуальны, но они подростки, им по 15-16 лет. И вот кое-что они сейчас… Почему кто-то плакал? Потому что что-то они здесь нашли созвучное себе. Все, что касается профилактики наркотиков, вот в нашей ситуации, это важно. Я думаю, любая информация, даже отрицательная, то есть для детей, для молодежи, она как бы будет иметь свой результат. По желанию зрителей, после спектакля сотрудники наркоконтроля могут ответить на их вопросы. Подобные показы с обсуждением уже прошли в Устебакане, Таштыпе, Бее и Шира. На следующей неделе актеры побывают в Алтайском районе. Татьяна Донцова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. Одна из самых ярких звезд Национального театра Алиса Алексеевна Кызласова отметила на этой неделе юбилей 65 лет. Хотя последние годы народная артистка Хакасии не выходит на сцену, забыть ее невозможно. Алиса Алексеевна – выпускница Красноярского театрального училища. Родному Тапановскому театру она отдала 45 лет жизни, за которую сыграла более 100 ролей. Это Хорды и Терлос в одураченном Хархло, Наймана Та в Буранном полустанке, Шура Подрезова в Восточной трибуне, Султанат в Железной женщине и, конечно, Белая волчица. Именно с этим образом сегодня, прежде всего, ассоциируется Алиса Кызласова. Но ее таланта хватило не только на актерскую стезю. Алиса Алексеевна также пишет пьесы и является членом Союза писателей Хакасии. Свою любовь к искусству и родной культуре она смогла передать детям. И сегодня они также работают в Национальном театре имени Тапанова. Торжественный вечер в честь юбилея народной артистки запланирован на декабрь. Знаменитые окуневские личины увидели в княжестве Монако. В рамках Года российской культуры в Монако там проходит выставка каменных стел из Хакасии. Собственно, сами мингиры никуда перевозить не пришлось. Да это и нереально. Наука дошла до того, что сегодня можно делать точные копии археологических памятников и возить их по всему свету. Кадры с выставки мы нашли в соцсети на странице Музея Монако. Выставка «Загадочная окуневская культура» – результат сотрудничества ученых Музея доисторической антропологии Монако и Хакасского НИИ – языка, литературы и истории. Благодаря экспозиции иностранцы прежде всего узнали о том, что есть такой регион, как Хакасия, и о том, какова ее древняя культура. Республика Хакасия находится на юге Сибири. Мы изучаем бронзовый век в рамках монгольской территории. То, что здесь экспонируется, представляет собой первые памятники культуры народов, населявших эту огромную территорию, которые кочевали в соответствии со временем года, жили в юртах, разводили домашних животных. В экспозиции представлено 15 каменных стел, а вернее их точных копий. Технология зародилась во Франции, и именно ее специалист приезжал в Хакасию для создания муляжей. Кроме того, европейцы смогли определить, какие красители использовали художники древней степи. Поэтому копии получаются гораздо интереснее оригиналов, как, например, вот этот знаменитый камень Кюзе-Палазы. Ну вот мы сделали реконструкцию облика этого камня, как он выглядел 4000 лет назад. То есть была здесь снята силиконовая форма, затем по этой форме отлита копия объекта, которая затем раскрашена. Какой красный цвет был использован тогда древними жителями? Когда люди встречаются с красным цветом, принято считать, что это охра. На самом деле, как показали анализы, химические анализы, которые мы проводили тоже во Франции и в Париже, в большинстве случаев использовался гематит. Археолог Юрий Есин – единственный представитель региона, присутствовавший на открытии выставки. Не случайно для знакомства моногасков с Хакасией была выбрана наиболее зрелищная и узнаваемая окуневская культура. Именно ее символы любят использовать при брендировании современной республики. Даже здесь для нас, людей, которые живем в Хакасии и бываем в музеях, все равно вот эти все образы древнего искусства, они поражают своей необычной формой, очень выразительные лица, три глаза и так далее. То есть многие детали, которые фантастические, такие, да, очень интересные. И интересно узнать, что же за этим стоит, какая мифология, какое мировоззрение. И это интересно не только нам, но и людям, собственно, во всем мире, в том числе и французам, и жителям Анапы. Помимо копий стелл на выставке представлены архивные фотографии, а также баннеры с информацией о Хакасии. В виде глобальной информатизации на Земле остается еще немало уголков, о которых плохо знают в просвещенной Европе. И та ничтожная малая часть археологического наследия, представленная в экспозиции, возможно, побудит кого-то из посетителей побывать в музее под открытым небом под названием Хакасия. На этом наш выпуск завершен. Материалы программы можно также посмотреть на сайте вестихакасия.рф. А я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok